здравствуйте мои дорогие вот сегодня хочу вам представить вот такое кашпо он небольшое совсем я его сделала просто это литровая банка железная от пива знаю что это морские мотивы какие-то навеяли мне вот если хотите сделать себе что-то подобное давайте посмотрим это у меня маленького размера а так можно хотя бы хоть из ведра из пластмассового от краски большого любого размера можно сделать давайте попробуем сделаем где не промажется она потом промажется вот и еще меня к вам огромная просьба мои дорогие не надо мне писать вот это каждый раз как я работаю с цементом что нужно работать в перчатках я знаю что нужно но я не умею работать в перчатках работаю я всю жизнь без перчаток и никаких там блин ясв и прочего никогда у меня не было все это ерунда вот я вам хочу показать просто принцип вот эту тряпочку мы ее сюда заворачиваем через резиночку и вот так вот произвольном порядке наверно вам не видно короче говоря мы завернули тряпочку через резиночку и произвольном порядке вот так вот это дело загнули и так вот как-то укладываем посмотрим что получится когда высохнет наверно плохо видно ну никак мне тут не пристроиться ну вы поняли да вот эти вот тряпочки остатки мы их вот так вот завернули не видно конечно ну ладно высохнет высохнет будет видно ой чтобы вам было видно вот так вот это выглядит так высохнет я вам потом покажу ну вот горшочек должен получиться где-то вот такой ну мне для этого еще нужно его промазать пару раз а мне очень неудобно одной рукой я промажу неудобно конечно ну в общем короче процесс понятен да ну что мои дорогие надо еще раз промазать все это дело одной рукой мне неудобно сейчас я я но все понимают да что можно взять хоть ведро из-под краски здорово и также его сделать просто я не буду же в квартире тут сейчас устанавливать грязь возить тут поэтому я делаю на маленьких образцах все это надо промазать ну хотя бы раза три наверно потом видно будет вот это сейчас второй раз высохнет посмотрю но скоро кончится полярная ночь очень прям жду не дождусь потому что вот эти новогодние праздники путаются день с ночью и дети маленькие путают и взрослые и дети маленькие путают и взрослые скорее бы уже это все закончилось очень хочется хотя бы солнышко тепла то ждать не приходится но и летом то тут не сильно жара хотя бы хотя бы солнышко так опять а потом в начале мая уже нет вообще ночи ну вот мурманск все вот так потом начинается сплошной день тоже приятного мало когда весь день идет дождик а ночью солнце светит так так ну короче говоря вот пусть сохнет ну что мои дорогие высохла я взяла отрезала сначала крышку потом вот эту штуку все посгибала и вытащила вот но ее нужно еще разочек промазать поэтому я ее еще промажу потому что тут получились я когда вытаскивала получились трещинки небольшие сейчас мы ее голубушку еще разок промажем а дело все почему потому что это не цемент а клей для плитки и он немножко по другому на все реагирует ну цемент конечно лучше в этом отношении ну сейчас мы его развожу я все на глаз меня все время вот пишут спрашивают вот там рецепт какой рецепт девчонки какой там рецепт все на глаз чтобы было такое вроде бы как не знаю ну не вода чтобы там было конечно это дело вот вот сейчас сейчас мы ее намажем снаружи и снутри изнутри что я разговариваю то как не русская вот вот поэтому поэтому лучше делать такое на пласт пластиковых бутылках они мягче их проще вытащить ну или смазывать надо уж по-хорошему то я вазелином смазал форму ну так как я сейчас ничего у меня нету все приходится покупать по новой поэтому и изнутри смажу для закрепления я мажу а там наверное не видно вам господи бабушка 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 мажем да мажем чего что тут какие тут хитрости никаких хитростей тут нет ну лучше говорит цемент так 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 не знаю видно вам или нет но собственно все промазано и снаружи и изнутри так мы ее вот так поставим все грязное ну что пусть сохнет ну что мои золотые высохла наша маленькая кашпо так вот так она из себя вот что она из себя представляет эти от кисточки ну что давайте попробуем покрасим так я все время куда-то уношу в столе в сторону вот так с этой что ли стороны так и тянет в сторону куда-то унести чтобы не было видно так вот это обыкновенная водоэмульсионка белая для потолков смешанная с этим с колером ну за один раз оно наверное я ее ничем не грунтовала поэтому за один раз видимо не будет нормального цвета так 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 ну наверно первый слой сейчас весь впитается туда мурманский плюсовая температура все растаяло всю ночь всю ночь дождик шел ну а сегодня подмерзла так кошмар так да нам людям не угодить нам холодно плохо плюс плохо так ну чего сейчас кисточка вся облезает вот эти так 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 сейчас я ее покрашу и оставлю высыхать высохнет посмотрим что у нас получится так так ну вот собственно говоря сохнет тут испачкала вот так вот так сохнет вот так сохнет вот так сохнет вот так моя красавица ну она еще не совсем высохла я вот решила сделать ее что потемнеет потому что она светлая очень получается вот причем причем я так краску не размешала как следует чтобы она у меня была такая неровная неровная потемнее мне захотелось потому что тут уж очень она светлая ну что мои золотые да высыхала наша маленькая кашпо не знаю сейчас попробую нет у меня особо ничего с инструмента конечно сейчас попробую так не знаю что это пена морская или просто ли так ну короче говоря короче говоря вот так вот так 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 наверху подмажем наверху подмажем вот такая получилась такая такая да вот получилось кашпо ничего ему не сделается надо дырочки вот проковырять в донышке но это мне опять надо еще найти чем это проковырять просверлить не нечем нет можно конечно кости на работу свозить и там просверлить ну вот вот такое получилось кашпо Продолжение следует...